Мы снова встретились! Видимо, это и есть тот рай, о котором ты говорил. Место, куда снеговики отправляются после того, как выполняют свой долг. А это значит, и ты тоже исполнил долг снеговика. Если быть честным, мне есть о чем жалеть. Я убежал от девочки, которая меня сделала. Сбежал от обязанности быть ее снеговиком. Хо-хо-хоу! Мы снова встретились! Вы знакомы? Это же Санта! Кажется, мы связаны какими-то странными узами судьбы. О, Санта-Клаус! Я уверен, его присутствие здесь, это не совсем обычное явление. В чем дело? Что касается того, о чем вы говорили позже. Вы, ребята, выполнили свою работу, и вот вы здесь. Эй, ты с красным ведром. Ты не кажешься довольным своей жизнью. Это правда. А что насчет тебя? Ты ведь тоже не удовлетворен, не так ли? Так вот, в чем дело. А что, если я вам дам еще один шанс, ребята? Шанс? Я пошлю вас в прошлое, чтобы вы могли еще раз обдумать свои решения. Да, я имею в виду, определенно да. Если бы я мог, тоже. Получить такой шанс, я бы им воспользовался. И я. Есть вещи, которые я хочу вернуть. И я тоже. Я понял вас. Я вас понял. Хорошо. Так как сейчас Рождество, я дам вам всем шанс, кто захочется. Скажите, когда будете готовы. И я прокачу тебя на своих знаменитых санях и пронесу сквозь время и пространство. Можешь пока поговорить с другими снеговиками. Если узнаешь их получше, твое путешествие станет более увлекательным. Ага. О, привет. Давай поговорим. А здесь много разных снеговиков. В этом появляется личность создателя. Мы ведь все выглядим особенно. Как интересно. Давай поговорим. Я никогда не видел снеговиков, кроме меня. Но все кажутся такими маленькими и унылыми. Ну, не переживай. Я люблю мир и не люблю ссориться. Это постер. Хочешь взглянуть на него? Да, хочу. Ага. А вот, ребята, и игры, которые нас ждут. Одна из них... Вот. Синяя птица. Потом будет ресторанчик Медведя. И... Маус Бастерс. Такой, честно говоря, я не видел. Но можно будет потом посмотреть. Так, а на почте есть что-нибудь? Почтовый ящик в рабочем состоянии. С его помощью можно доставить сообщение тому, кто создал этот мир. Написать письмо? Открывать страницу в App Store, чтобы вы могли оценить предложение. Ага, понял. Нет, пока этого не надо делать. Вы нашли Ост. История о снеговике. Нет, не надо. Это музыка. Ну что, ребят, наверное, поехал я. Ты готов? Да. Тогда поехали. То есть он меня сейчас вернет к этому мальчику? Серьезно? Ну, это же круто. Это очень круто. Оу. А они все появляются здесь. Представляешь? Этот маленький, я помню его. Тебе удобно? Прекрасный вид, не так ли? Чувствую себя как дома. Но в этот раз я не сбегу. Я выполню свою работу. Какую работу? Я помогу создателю сделать предложение. Видишь, внутри меня есть кольцо. И с помощью него он сделает предложение своей девушке. В прошлый раз я сбежал, потому что мне стало страшно. Но в этот раз я намерен остаться до конца, чтобы он смог сделать ей предложение. Предложение? Предложение это, когда человек просит своего партнера выйти за него. Я слышал, что для людей это очень важно. Свадьба? Не знаю детали, но... Видимо, люди не могут жить в одиночестве. Так что этим они просят другого человека жить вместе отныне и во веки веков. И если другой отвечает да, они становятся мужем и женой. В богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, в счастье и в горести. Короче, что-то вроде того. Вкратце, они будут жить вместе, пока не умрут. Удачи. Спасибо. Ты тоже береги себя. Так, я не могу двинуться. Оу, а куда это он улетел? А, высадился типа, да? Высадился. Вставлю это. Та-дам, отлично. А, понял. Должен сказать, я гений, раз мог заставить его выглядеть мило. Я не убегу. Я сделаю то, что должен. Я желаю только счастья людям, которые заботились обо мне. Если счастливы они, счастлив и я. Ребята, вот он растаял здесь. О, милый снеговичок. Наконец растаял. Так, грустно. Что? Это? Да, ребята. Он сделал свое предназначение. Эй, ты нашла кольцо? М-м-м. Ты выйдешь за меня? Так, друзья мои, у нас появился еще один снеговик. Я так понимаю, мы будем сейчас проходить эту историю со всеми снеговиками. Да, они все будут, наверное, так сказать, искуплять свои грехи. Так, друзья мои, у нас новый снеговик тут. Я устал от ансенов. А зачем тогда пошел? М-м-м, сначала это было просто ради интереса. Я был символом одного ансена, но даже не знал, что это такое. Все люди, которые выходили оттуда, говорили. О боже, это было так круто, и выглядели свежими. Так что я всегда тоже хотел попробовать. И как тебе? Когда я подошел ближе, я почувствовал опасность и знал, что ничем хорошим это не закончится. Когда я прыгнул внутрь, сначала было ужасно жарко, но потом стало очень хорошо и приятно. А потом я потерял сознание. И оказался здесь. Ха-ха-ха. Было приятно? Чуть вон. И я не знаю, как сказать. Ну, это был довольно страшный опыт, если сейчас так подумать. Чувствовалось приятно, но перед моими глазами был свет. Ужасно. Ужасно. Никогда больше не пойду на горячие источники. Удачи. Ну, это действительно прощание. Пока. Так, ну что же, это тоже покидает. Хорошо. Скажи, что это? И буду думать, что мне делать дальше. Прощай, дружок. Это то место, которому я принадлежу. Я ушел без предупреждения. Но в этот раз я точно дождусь, пока мастер вернется сюда. Эй, дружок, давненько не виделись. Я вернулся, чтобы посмотреть, что произошло. Ну, ты был здесь все это время. Прямо как страж Ансена. Но я... Черт возьми. А знаешь что? Я попробую еще раз. Я сделаю это. Найду спонсора, который поддержит бизнес. Я найду его, даже если придется достать его из ада. А ты можешь? А работать вместе со мной до весны. Хорошо, приятель? Так. Еще одну историю мы с собой досмотрели до конца. Ну что, ожидаем следующего снеговика? О, мы уже над лесами с тобой. Пролетаем. Должен быть еще 100% снеговик. Мы летим над лесом. Ты видишь его отсюда? Ты, может, и не видишь, но... В лесу много кто живет. Кажется, жители леса частенько оказывали тебе помощь. Во время твоего путешествия. Хо-хо-хоу. Я совсем забыл, но... Ты тоже помог мне в лесу? Ты добрый снеговик. Ты поэтому помог мне? Хм. Но мне хочется думать, что если кто-то в беде, то ему стоит помочь. Надеюсь, так будут думать все живые существа. Так, а у нас очередной снеговик прибыл. Не думал, что у меня появится шанс, так что... Спасибо тебе и Санте. Почему ты благодаришь меня? Когда Санта пришел в рай, он сказал, что даст нам всем шанс вернуться в прошлое. Ну, я думал, что он пришел только ради того, чтобы дать шанс конкретно тебе. Нам тоже дали шанс. Только потому, что нам повезло оказаться рядом с тобой. Это просто было совпадением. Мисс Хомяк передает привет. Что? Ты тоже встретил Мисс Хомяк? Она дала мне свои драгоценные семена подсолнуха. Но я их потерял. Но в этот раз я буду осторожен и дойду до дома. Если тебе доведется встретиться ей, скажи, что я смог осуществить свою мечту только благодаря ей. Пожалуйста, скажи это ей. Почему ты не продолжил? Моим создателем была хрупкая, болезненная маленькая девочка. Она не могла выходить из дома, как другие дети. И она была одинока. После того, как ее мать создала меня, она много говорила со мной. Но я знал, что весной я растаю и исчезну. Я не мог просто оставить эту бедную маленькую девочку одну. Так что после того, как бы я ушел, вместо себя я хотел оставить и маленького друга. Грустно, я провалился. И никогда так и не смог вернуться к моей дорогой создательнице. Ты не боишься весны? Ладно. Никогда не думал насчет того, страшна весна или нет, но... Я был слишком занят мыслями о том, как я могу помочь ей. Я был занят только этим. В тот день, по пути домой, я понял, что больше не могу двигаться. В тот раз. И понял, что оставил ее ни с чем. И это была самой страшной вещью для меня. Не весна. Но теперь я воспользуюсь шансом и оставлю ее с чем-то, что не даст ей чувствовать себя одиноко. Нет нужды помнить обо мне, если она счастлива. Удачи. Огромное спасибо. Это редкая возможность. Давай, мы оба используем ее на полную катушку. Полностью с тобой согласен. Снеговик, джентльмен. Ок, выглядит хорошо. Выглядит даже лучше, чем я представляла. Я пришел попросить об одолжении. Можно мне взять одну из тех семян, которые вы держите? Да ладно, опять упал, что ли? Аааа, ха-ха-ха, нет. Успел отойти, да? Моя руль здесь. Окончено. Ах. Я забыл, что уже весна. И я снова одинок. И снова мне не с кем поговорить. Мне не грустно. Что? Что такое, мама? Посмотреть в окно? Аааа, он же шел с семечкой. Ах. Мам, это ты его посадила? Нет. Возможно. Просто возможно, что... Да, правильно. И я больше не одинок. Прости, если заставил побеспокоиться. И я стану сильнее настолько, что... Тебе больше не придется волноваться за меня. Спасибо, мой дорогой друг. Так, а мы с тобой... Двигаемся дальше. Еще, наверное, будет снеговик. Там их было много. Там будет семейная пара. Вот этот вот... Ну, сын. С отцом снеговики. Потом будет большой монстр снеговик. Я так понимаю, мы со всеми будем общаться. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Кто вы такой, Санта? Санта Клаус, он и есть Санта Клаус. Хо-хо-хо. У меня есть специальные силы, чтобы исполнять желания детей. Вот и все. Кстати, там самолет летит. Почему вы исполняете желания детей? Мечты. Это движущая сила для людей. Люди могут жить только потому, что они все чего-то желают. Осуществить свою мечту – это бесценный опыт. Иметь мечты и факт того, что в детстве они были исполнены, может стать сильным фактором развития человека в уже взрослом возрасте. Вот как я об этом думаю. Так, а вон, ребята, уже и папа с сыночком снеговики. Что, например? Хм, что? О, это самолет. Самолет? Это летающая повозка, созданная людьми. Можно сказать, это живое воплощение людских мечт. Я хочу летать, и я хочу подняться и посмотреть на мир свысока. Нужно подумать, что это безумные желания, но благодаря стараниям людей, они стали реальностью. И теперь сотни тысяч самолетов летают по всему миру. Не врешься в него? Все в порядке. Я ведь как-никак профи. Я этим занимаюсь дольше, чем ты можешь себе это представить. И пока не собираюсь уходить. Хо-хо-хо. Так, а мы с тобой поговорим с этими снеговиками. Пап, прости за прошлый раз. Все в порядке, сынок. Я тоже повел себя слегка по-детски. Почему вы поссорились? Мы поссорились из-за своих создателей. Отец, кажется, всегда занят на работе. И никогда не проводит время со своим сыном. Но теперь я понимаю, что отец действительно хочет больше времени проводить с сыном, но попросту не может. Раньше я этого не понимал, и из-за этого ссорился с отцом. Но мальчику было невероятно грустно и одиноко. Мне следовало понять это раньше. Что будете делать, когда вернешься? Да, мы оба многое для себя поняли. Прямо как я заботюсь о своем дорогом мальчике, так и люди заботятся о своих отпрысках. Это то, что всегда останется неизменным. Я не понимаю сложные вещи. Но когда меня создали, мой создатель был рад до глубины сердца. Так что, пока мы вместе. Надеюсь, они будут помнить эту любовь. Удачи вам. Огромное спасибо. Береги себя. Мальчик мой, ты готов? Ага, а ты отец? Я в порядке. Нет. Пап, ты же сказал, что поиграешь со мной сегодня. Прости, сынок. Обещаю, что мы с тобой поиграем в следующий раз, хорошо? Хорошо? Снеговик, которого мы построили вместе. Он оказался таким счастливым. Вау, он выглядит прямо как ты. Ха-ха. А, мы что, так похожи? Ох, добро пожаловать домой. Ох, эй, парень. Ты почему не спишь? Я прихожу сюда каждый день, чтобы посмотреть на снеговика, которого мы сделали вместе. Хм. Ммм. Думаю, я смогу взять пару уходных на следующей неделе. Хочешь пойти в парк с мамой и папой? Правда? Да, правда. Но в прошлый раз ты нарушил свое обещание, помнишь? Мне ужасно жаль. Но в этот раз мы точно пойдем. Обещаю, сынок. Так, ребята, мы уже с вами над горами какими-то летим. Похоже, скоро будет дождь. Вот, используй это, если хочешь. Ах, зонтик. Ой. На зонтике черепундель. Точно дождик пошел? А нам все нипочем. Мы под зонтиком. Нам хорошо. Нам круто. Хо-хо-хо. Выглядишь круто. Что это такое? Это называется зонт. Это приспособление, изобретенное людьми, чтобы не мокнуть во время дождя. Ну и дизайн. Дизайн? А, ты про это? Когда я был моложе, я любил хэви метал. И с тех пор я использую этот зонт. Да, как молод я был тогда. А тебе не нужен зонт? О, ты беспокоишься за меня? Ты снеговик. Я веду сани, так что не могу взять зонт. Почему? Ездить, держа зонт, запрещено по правилам дорожного движения Санта-Клаусов. Да ты не переживай. Я уже привык. Хо-хо-хо. Так, а вот, ребята, и следующий снеговик. Я ошибался. Ошибался? Я думал, что на моего создателя наезжали, потому что... Я был ужасно уродлив. Так что я избежал от него. Тогда, как на самом деле, он очень гордился мной. Если я сбежал, это значит, что его понимание искусства оказалось неверным. Так что... Мне не следовало так поступать. Ты крут. Правда? Ты слишком добр. Мой создатель-творец. Вот поэтому я так и крут. И он тоже крут. Удачи. Я выложусь на полную. Спасибо тебе. И нас покидает еще один снеговик. Хм... Похоже, готово. Как красиво. Снеговик сделан настоящим художником. Вот как он выглядит. Это ужасное создание плохо влияет на наших детей. Пожалуйста, избавьтесь от него сейчас же. Мой создатель был... Очень горд мной. Нет. Мне не следует отступать. И я решил... Что подам заявку на участие в следующем фестивале снега. И тем самым докажу твою настоящую ценность и красоту. Фестиваль снега. Я там буду к месту. Но если моего создателя больше... Не буду третировать... Тогда я буду счастлив. Так, ну что же. Мы двигаемся дальше. Интересно, а почему-то здесь показывают только тех снеговиков, да? Которые были... В раю. А те, которые были... Ужасными, их не было. Их здесь не было, понимаешь? Все. Решили отправиться, не так ли? Надеюсь, они заново проживут... Своей жизни без сожалений. А что насчет тебя? О чем ты жалеешь? Ну... Не могу точно сказать. Было уже слишком поздно, когда я помог тебе на Северном полюсе. Но... Надеюсь, в этот раз у тебя все получится. Похоже, дождь прекратился. Так, дождь прекратился. Что будем делать-то, Санта? Оу, радуга. Надо про радугу, наверное, спросить. О, посмотри туда. Радуга. Радуга. Видишь ту цветную дугу? Вон там. Это и есть радуга? Ее можно увидеть... Ее можно увидеть, когда дождь прошел и небо прояснилось. Свет, отраженный от поверхности Луны, меняет коэффициент преломления. Таким образом... Забудь об этом. Это просто красиво и удивительно. Радуга. Это тоже один из символов разнообразия. Как красиво. Я чувствую себя так же. Радуги, видимые по ночам, называются лунные радуги. Они очень редкие. Так что нам невероятно повезло. Говорят, что тот, кто увидел лунную радугу, станет счастливым. Так что еще больше счастья. Ждет нас обоих. Хо-хо-хо. Так, а у нас здесь, ребята, еще один снеговик. Это называется радуга. Очень красиво. Смотря на нее, я снова возвращаюсь в умиротворенное состояние сознания. В этот день я был на пути в рай и застрял. Мне повезло, что мне довелось поговорить с тобой. Я пытался найти смысл своей жизни. Но в то же время я пытался смухлевать и избежать своей судьбы. И рассказывать тебе о подробностях моей жизни. Этим я хотел обрести покой. Да. Но когда я на самом деле прибыл в рай, все, что у меня было, это сожаление. Так что я не могу потратить впустую и этот шанс. Пожалуйста, будь уверен, что не оставишь за собой никаких сожалений. И покидает нас этот снеговик. Та-дам! Отлично! Выглядит идеально. Снег такой чистый и красивый. Его тут так много. Но он весь растает, когда придет весна. Просто магия. Да, точно. Это действительно странно. Короткая жизнь, лишь одну зиму. И я хочу жить без сожалений. Ох, а мы уже в городе. Друзья мои, мы уже в городе. Видишь огни города? Там много людей живет. Точно. Разные люди живут под этими огнями. И у всех в своей жизни. Мне нравится летать над красивыми огнями городов. Потому что... Очень красиво. Эта лунная радуга была что-то с чем-то. Но... Эти огни, созданные людьми, тоже невероятны. Не так ли? Тяжело поверить, что тысячи лет назад здесь везде были леса. Как те, которые мы видели раньше. Это тоже напоминает мне о силе человека. Почему вам так нравится летать над ними? Как Санта, я очень чувствительен к желаниям и надеждам людей. Когда я прилетаю над ними, я чувствую их все. И когда я это делаю? Я вспоминаю, насколько они сильны и жадны одновременно. Ну, а это уже от моего настроения зависит, удовлетворить их желания или нет. Хоу-хоу-хоу. А время пришло тебе и отправляться, друг мой. Хм... Ты хочешь что-то спросить? Что-то еще? Что же? Почему ты дал нам шанс? Причина, по которой я дал вам шанс Это работа Санты Исполнять желания Ну, если быть честным, то исполнять желания детей, конечно Но это особенный случай Так как Ты помог мне в лесу Ну, вот и мы исчезаем Но прощай Мы встретились по странной случайности Я был рад познакомиться с тобой Не думаю, что мы еще увидимся Но удачи тебе Мой друг Снеговичок А почему это я начал С пещеры Оу-у-у Ты проснулся? Я ждал, пока вы, ребята, проснетесь Я вечно ночное существо Как бы то ни было Так кто хотел Отправиться на Северный полюс? Это был ты? Ху-ху Мне жаль Я вам больше не нужна? Тогда почему меня позвали? Это было неожиданно Ладно, раз так, тогда я тоже пойду Так, а мы что теперь будем делать? Ах, я тебя не заметил Ты не спал? Уже полночь? Что стряслось? Мне нужно идти Ты уже поговорил с собой всезнайкой? И ты уходишь? Понимаю, у тебя не так много времени Тогда тебе лучше поторопиться Береги себя, мужик Не знаю, в чем вообще суть, но Желаю тебе успешно добраться до этого твоего рая Это уж точно И мы с тобой счастливы Идем обратно А на дворе ночь Весна катит Я помню этого снеговика О, привет, мы снова встретились Я знаю, знаю Ты идешь домой Есть место, которое ты можешь назвать домом И я считаю это самая ценная вещь в мире Я чувствую это Это мой дом Этому месту я принадлежу Ты идешь домой, где тебе и следует быть Будь осторожен Спасибо, снеговик Хомячиха Сказать ей спасибо надо О, привет, мы снова встретились Ты видел того Презентабельного парня Его желание исполнилось Что? Он смог осуществить свою мечту благодаря тебе Он попросил тебя Сказать об этом мне? И я представитель Я и представить Я и представить не мог Что он будет так благодарен за семя Но раз это сделало его счастливым То в следующий раз Я подарю ему не одно А столько семян Сколько он захочет Так, что? О, ты тот юноша Который ненавидит горячие источники Хм Посмотри на себя Ты как никогда полон решимости Ха-ха А раз ты так уверен Почему бы тебе не прыгнуть в воду? Нет Ха-ха Да я шучу Я вижу, что ты торопишься Прости, что отнял время Тебя ведь кто-то ждет, да? У тебя такое выражение лица Тогда тебе стоит идти Не трать время зря Это уж точно А че это мы А че это мы шарфик сбросили? Зачем? Мы тать что ли начали или что? Эй, мам Можно тебя попросить? Да, дорогой Что такое? Выглядишь прекрасно Возьми это До прошлого года Это принадлежало мне Я попросил маму Перешить его Я попросил маму Перешить его Чтобы он подошел тебе Это тебе согреет, а? Так О, ты? До сих пор тут гуляешь? Сегодня странный день Сначала я встретил тебя Белое животное Которое я никогда раньше не видел Потом того эксцентричного Старого джентльмена Интересно Кто он такой? Ну ладно Думаю В мире еще много вещей О которых Я ничего не знаю Вот почему гулять Это так весело Согласен Только насчет шарфика Я так и не понял Почему мы шарфик сбросили? Оу Вот оно что Ребята У нас и Ручки Отвалились Потому что Мы таем Отойдем ли мы Вот в чем вопрос Ага 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 Моя мама На меня очень рассердилась Из-за того Что я Нарисовал на стене Да Крис Что бы ни случилось Путь на моей стороне Ладно Я буду с тобой Что бы ни произошло Потому что Ты мой лучший друг Хм Ты Тот снеговик Который шел на север Ты кажется Сильно изменился Ты нашел свой рай Как грустно Ну посмотри на себя Ты Кажешься довольным Хм Ты не нашел рай Но Нашел ответ Внутри себя Тогда Идти на север Было Глупо Затей С самого начала Ну Кто же знал О Белочка О Добрый вечер Приятно познакомиться Мы уже встречались А Знаю Ты тот Бледный Направлявшийся На север Ты сильно изменился Тебя не узнать Ты сделал Свои дела На севере А Добро пожаловать домой Что-то хорошее Произошло с тобой Ты Лишь невероятно Счастливым А Я знаю Ты счастлив Вернуться домой Дома Лучше всего В гостях Хорошо А дома лучше И ты Пообещал Что Поиграешь Самой в прятки Когда придет весна Весна Уже не за горами Скорее бы Это точно Я так спрячусь Фиг ты меня найдешь А я правильно иду? По-моему правильно Ты хочешь Спросить что-то еще? Что же? Причина По которой я дал вам шанс Это работа Санты Исполнять желание Но если быть честным То исполнять желание Детей конечно Но это Особенный случай Так как Ты помог мне в лесу Может мне и стоило Сказать правду Ну раз он жалеет О том Что покинул свой дом И захотел туда вернуться Не было причины Говорить Не обдуманные вещи А какую правду Мы и не узнаем Тогда получается Утречка Крис Что? Крис? Пап Крис пропал Может он растаял? Но на улице Ведь все еще Холодно Нос и головной убор Криса Его здесь не было Но почему он Снова появился Здесь Что? Нос и головной убор Снеговика? Ах Понимаю Снег растаял Но Я все искал И искал Но так и не смог Найти их И снова Рождество Ребята Но в этом году Никакого снеговика Господь Умоляю тебя Пожалуйста Позволь мне Снова Увидеть Моего лучшего Друга Криса Молю Ага А сам ты это услышал Да? Прости малыш Я конечно не господь бог Но Я исполню твое желание Вот почему он вернул Вот почему он дал шанс Ой Эй Мы снова встретились Чувак Ты же убегал От весны Но ничего не добился И вернулся домой А знаешь Ты выглядишь ужасно Кар-кар-кар Мне больше не страшно Что? Тебе есть что рассказать? Чувак Ты убегал От прихода весны Потому что Боялся растаять А теперь говоришь Что Ты больше не боишься? Сегодня и правда холодно Это тебе согреет Возьми это До прошлого года Это принадлежало мне Но моя мама Перешила его Чтобы он хорошо сидел На твоей большой голове Это тебе согреет А? Что? Ты не боишься тепла? Ты запомнил это? Черт Ты вообще ничего не боишься что ли? Скучно Эй Крис Доброе утро Папа Крис начал таять Но Боюсь Весна уже скоро Сынок Весной Весь снег тает И Снеговики Отправляются В рай Для снеговиков Да? Да Ты говорил Это было недолго Но я рад Что мог играть с тобой Крис Спасибо тебе Ну вот он и растаял Окончательно Ну что же Заберет морковку Заберет шапочку А весна Весна ребята Птички чирикают Снежок Тает Привет сынок Что у тебя тут? Нос Криса Я дам его Снеговику Которого сделаю В следующем году Отличная идея У него был Отличный нос Не так ли? Точно Точно А до тех пор Это будет Моим сокровищем Это Те самые люди Которые колечко Было в снеговике У них родился Малыш Я так понимаю Бизнес Процветает Да? Онсен Здесь Вырос Подсолнух Еще одно Хорошее Напоминание О прошлом Снеговике И девочка Теперь общается С подсолнухом А это Маленькие Снеговики Отец И сын И все у них Хорошо Это тот самый Снеговик Который готовился На выставку Фестиваль снега Я так понимаю Очень много людей Обращает на него Внимание То есть Это очень Хорошая Скульптурка Этот снеговик По-прежнему Играет с девочкой И слушает И слушает Ее Рассказы А вот С этими Снеговиками Ребята Это злые Снеговики Но Санта-Клаус Все равно Почему-то К ним Прибыл 30 лет Спустя Папа И они Слепили Криса Спасибо тебе Игрок Вот такая Вот ребята Замечательная История Про Снеговика Я надеюсь Вам понравилось Так же Как и мне А на этом Все Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков